Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о движении, которое совсем недавно появилось в Российской Федерации. Было много разговоров по этому поводу, что молодёжи нужны новые движения. Они существуют, они самые разные. Мы-то, как выходцы из пионерии, помним, всё это было единое для всей страны. Но вроде бы как начинают появляться новые направления. Ну и об одном из движений, которое теперь называется «Движением первых», это российское движение детей и молодёжи, нам сегодня расскажут непосредственно его участники. Причём мы рассмотрим это движение с точки зрения конкретного учебного заведения, и с точки зрения, ну, вообще некой глобальной истории, потому что во второй части нашей программы мы познакомимся с координатором, который занимается этим движением в городском округе Люберцы. Ну, а в первой части о конкретном лицее номер 15 пойдёт речь. Сегодня у нас в студии гости. Это Мария Александровна Иняткина, педагог-организатор лицея номер 15 городского округа Люберцы, и Камила Фейс-Рахманова, активистка, так это называется, российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Вот будем говорить, как оно конкретно, кстати, пришло к вам в лице. Вам, наверное, спустили сверху, сказали, вот принято решение, теперь давайте работайте. Мы с удовольствием открыли первичное отделение РДДМ «Движение первых». А как? Вы как-то узнали об этом или как вам предложили его открыть? Во всей стране пошла волна, и всё начинается именно с первичных отделений, именно со школы начинается вся работа. Мы открыли наше первичное отделение в январе 2023 года через совет активистов, обучающихся, ребят, таких как Камила, активных, которые стремятся к достижению новых вершин, целей. Не сидят на месте. Не сидят на месте, так точно. Камила, скажите, пожалуйста, а что, правда, вот прям сидели-сидели, уже на занятиях или после занятий, и вдруг давай мы будем в «Движение» это организовывать? Как вы узнали о «Движении» вообще? Вообще у нас очень много активных ребят, и когда мы узнали, что пройдёт объединение больших движений, такие как «Большая перемена», «Юнармия», «РДШ», мы, конечно, сразу подходили, спрашивали, когда, когда. Когда, да, когда будет объединение, мы готовы уже. Да, мы готовы, и вот когда нам сказали, что вот уже можно, да, мы… Мы сказали, что мы готовы. Да, сразу большое количество ребят сразу согласились вступить в «Движение». То есть правильно я понимаю, что действительно это как бы была ваша инициатива? Почему? Потому что, ну, мир, как говорится, слухами полон. Понятно, что, ещё раз скажу, что желание создать молодёжную организацию, ну, или, на примере, там, пионерия, которая, или комсомола, да, тут у нас, получается, кстати, частичная пионерия комсомол, потому что и молодёжь здесь находится. Оно было всегда, эти организации появлялись, исчезали, вот, брались за основу какие-то организации, скажем, зарубежных стран и так далее. И вот, в общем-то, появилась организация, к которой вы с удовольствием, да, я так понимаю, участвуете в этом процессе? Конечно. То есть самое главное, почему детей это привлекает и затягивает, то, что там нет чего-то такого нудного и муторного, и каждый проект, каждая акция – это что-то новое, и, казалось бы, как можно придумывать что-то необычное, и то, что не похоже на прошлые проекты, акции. То есть всё время вперёд, 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 и с каждым разом всё больше и больше. Ну, сейчас мы узнаем, потому что Мария Александровна расскажет нам о некоторых направлениях, то есть конкретная, да, уже тематика. А как взрослые к этому подключились? Вот вам пришли активисты, говорят, мы хотим участвовать в движении, давайте, нам помогаете. Правильно так было? Конечно. Ну, наша задача, как учителей, поддержать ребят. Хорошую инициативу, да, поддержать. Конечно, хорошую. У нас в образовательном комплексе более двух тысяч сейчас обучаются ребят, и наша задача сейчас – привлечь в движение их всех, по крайней мере большинство, даже самых юных и их родителей. А если кто-то не хочет? Ну, видишь, такое, не хочу. Ну, во-первых, мы никого не заставляем, то есть это добровольческое. Добровольческое, ага. Но когда ребята видят, насколько это классно со стороны, всё время подходит. Завидки берут, они хотят к вам, да? Да, они подходят к этому, можно вот как бы тоже. Да, посадись. Понятно. Хорошо. Ну вот именно взрослая составляющая, почему? Потому что когда есть инициативный ребят, они есть везде, всегда были. Тут главное уже правильное русло это всё направить. Я так понимаю, что всё-таки организация рассматривается уже на уровне, скажем так, центральных каких-то органов власти, наверное, вам чем-то помогают, предлагают. Как строится работа конкретная на практике? Сейчас вообще стало очень удобно, потому что все значимые общественные организации детей и молодёжи и направления деятельности школьников, получается, слились в одно движение. Это движение первых. И направлений работы сейчас стало гораздо больше. РДДМ предлагает аж 12 направлений. Каждый ребёнок может выбрать и найти себе занятие по интересам, безусловно, из 12. А какие у вас направления? Мы выбрали 4 приоритетных направления для нас. Первое направление – это образование и знание. Учись и познавай называется это направление. И у нас очень хорошо в лице развито направление робототехники и информатики. И есть подтверждение в виде результатов. Например, двое наших обучающихся, Воробьёв Давид и Еске Владимир, в этом году стали финалистами национальной технической олимпиады, которая тоже присоединилась к движению РДДМ. Как олимпиада, да? В прошлом году наш ученик, Уткин Илья, стал победителем всероссийского конкурса «Классное пространство». В рамках этого конкурса ребята создавали макеты особого пространства в школе для учёбы и отдыха. И лучшие работы ребят легли в основу современных ЦДИ, Центров детских инициатив, которые есть сейчас во многих школах, в том числе и в нашей. Всего 60 детей из более чем 10 тысяч заявок были объявлены победителями, и для них очень хорошая была награда смена в артеке. То есть фактически он дизайнер, да? Такой дизайнер, дизайнер, стилист, я уже не знаю, как назвать. То, что вот когда взрослые люди пытаются там либо офис выстроить, ну, если у них возможность есть, либо квартиру там как-то, то есть это одновременно и образовательный процесс, ну, чтобы лучше было. Ну, молодцы. И творческие, это какая возможность рассказать о себе, показать себя. И ещё какое направление? Следующее направление приоритетное для нас – это волонтёрство и добровольчество. С 2020 года у нас работает и официально внесённый в реестр волонтёрский отряд «Добрые сердца». Они активно ведут свою деятельность, и в 2021 году одержали победу в конкурсе «Добро не уходит на каникулы». То есть это конкурс даже проводится? Там кто-то быстрее должен что-то доставить или как? Нет, мы, получается, у нас было направление, основанное на заботу и помощь животным. Мы выиграли денежный грант, вошли в топ-10 волонтёров по всей России. И по сей день я сама нахожусь, состою в данном отряде. Мы ездим в приют «Некрасовка». За пару недель до поездки нашей мы в нашем уголке активистов, так скажем, мы собираем, открываем сбор гуманитарной помощи. Ребята по возможности приносят корм, игрушки, лакомства. Приезжаем в приют, непосредственно гуляем с собаками, помогаем ухаживать за ними. А сколько человек приезжает за раз? За раз мы, получается, 30-40 человек приезжаем. А сколько там собак примерно? А 2000 собак. Ух, да, всё равно молода. То есть там ещё завидуют другие собаки. Да, за один поход в приют, это в районе 3-4 часов, мы выгуливаем 30-40 собак. Ну, молодцы, да. Для собаки из приюта волонтёр – это возможность выйти на улицу впервые, даже, возможно, за несколько дней. Понятно. Вот тут только один пример, хорошо. Так, что ещё? Кстати, должна добавить, что возраст волонтёров может быть от самых младших школьников, в зависимости от деятельности. С 14 лет ребятам выдаётся волонтёрская книжка, в которой проставляется количество часов. Сейчас эти книжки ведутся электронно на сайте добро.рф. И этот сайт тоже присоединился к семье РДДМ. Я так понимаю, потом, наверное, где какие-то баллы это будет превращаться, может быть, при поступлении есть. Да, да, 5 до 10 баллов. То есть всё-таки маленькая, ну, присутствует элемент зарабатывания каких-то баллов. Ну, наверное, это тоже правильно, потому что мы живём в мире, когда баллы везде вокруг, лучше их получать за что-то хорошее и полезное, чем, в общем-то, ни за что. Ну, я считаю, что ни один волонтёр не ходит в приют больше как за этими баллами, как просто помочь собакам. Ну, дай бог, дай бог, чтобы это так и было, да. Эти эмоции, когда ты видишь эту собачку, у неё такие прям горящие глаза. И, ну, наверное, на моём опыте, вот сколько мы гуляем с собаками уже, приличное количество времени, не первый год, мы не встречали ни одну собаку, которая как-то с какой-то агрессией к нам. Наоборот, то есть больше в тёплые времена годы мы там и бегаем с ними, и играемся. Хорошо. Так, ещё следующее какое направление? Следующее, но не по значению для нас направление, это патриотизм и историческая память, служу Отечеству. Это как никогда сейчас актуальная тема и очень важная часть воспитательной работы школы. Всё больше наших учеников вступает в ряды юнармии, которая тоже влилась в РДДМ. То есть, получается, человек вступает в юнармию, и одновременно он встаёт членом общества движения? Вот в чём объединилась. То есть, допустим, раньше ты хотел быть в рядах юнармии и, допустим, в РДДШ, тебе надо было регистрироваться на двух разных сайтах, сейчас же всё объединили. То есть ты как подразделение одного большого общества, правильно? Ага, хорошо, я понял. Окей, так. В этом году мы стали призёрами конкурса «Моя инициатива Подмосковью» и в рамках победы наша ученица Буркова Софья ездила на большой фестиваль вместе с юнармией на несколько дней. Мы регулярно принимаем участие в гуманитарных акциях для участников СВО. Сейчас вместе с РДДМ мы принимаем участие в акции «Талисман добра». Ребята создают символический талисман в виде ангелочка с надписью «Лю», что значит «Люберцы». А, ну да, тут много значений у этой надписи. Да, и эти талисманы отправляются вместе с моральной поддержкой солдатам в зону СВО. Понятно. Ещё какое направление? Четвёртое наше направление из приоритетных – это спорт. Территория «Люберцы» – территория спорта, мы же знаем, понятно. Здоровый образ жизни – это всегда важно, чтобы здоровый образ жизни был в моде у детей. Чтобы молодость до конца дней была постоянно. Всё время в движении. Движение вперёд, поэтому движение вверх, движение первых, движение вперёд – это всё вместе. Движение, наверное, ключевое слово. Сейчас в рамках реорганизации к нам присоединился ещё один корпус. Это бывшая 25-я школа. У них также, как и в нашем корпусе, очень сильная база спортивная. В этом году наши ученики стали победителями муниципальных соревнований. И, в общем-то, мы настроены на победу в тех треках, которые предлагает сейчас РДДМ по спорту. Понятно. Ну, у нас, как ни странно, время уже первой части подошло к концу. Мы сейчас попрощаемся с Марией Александровной. А вот, как Камила у нас останется, мы, естественно, ещё поинтересуемся, что там внутри происходит. Одно дело, когда взрослые, они же как-то там что-то планируют. Мы же все хотим, чтобы наши дети были самые лучшие. А нам интересно ещё узнать, как там внутри происходит. Ну и, конечно же, само движение первых. Вот видите, ещё как-то даже название пока мы до конца ещё не выучили. Вы-то уже знаете его наизусть. А мы всё ещё привыкаем. То по фильму называем, то ещё как-то. Понятно, что, насколько мне известно, даже было несколько вариантов названия. Пока выбрали, да. Был целый конкурс, да, какое название выбрать. Вот всё только начинать. Всегда приятно, когда что-то начинается, когда этим занимают соответственные люди. Мария Александровна, спасибо вам за те направления, которые вы озвучили. Мы обо всех рассказали же, правильно? Четыре у вас их, да? Четыре основных. Но, конечно, мы не ограничиваемся работой в этих четырёх направлениях. У нас много ребят и много разных увлечений. Мы и в направлении медиа активно принимаем участие. Ребята у нас занимаются и съёмками видеороликов, и в флэшмобах участвуют. Ну, как флэшбизация, да. С большим удовольствием. И экологическое направление мы активно поддерживаем. Ну, и в остальных, конечно. Ну, понятно. Основные, как бы, то есть, посмотрим. Только всё начинается, как говорится. Спасибо вам большое. С Камилой мы не прощаемся. Это программа «Открытый диалог». Продолжим разговор о движении первых через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня мы говорим о российском движении детей и молодёжи, которое называется «Движение первых». К названию привыкают все, ну, конечно же, кроме тех, кто уже в нём активно участвует. И во второй части к нам присоединился Денис Евгеньевич Шутов, муниципальный координатор российского движения детей и молодёжи, советников-директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями городского округа Люберцы. Денис Евгеньевич, ну, прежде чем мы уже как бы с Камилой познакомились, поздоровались, сейчас мы узнаем её путь в этом движении, вы-то как попали в координаторы? Вы какой-то особенный, наверное, с точки зрения молодёжи, потому что на вас такая ответственность, то есть вы координируете всех советников, которые потом, так сказать, уже работают здесь, в городском округе Люберцы, на местах. Ну, скажем так, начнём с того, что это больше административная должность, вот, и тут показатели работы именно со взрослыми. Участие в конкурсах, вот эти показатели. Давайте начнём с того, что у нас до РДДМ было РДШ. Сейчас РДДМ, движение первых. Давайте расшифруем, напомним, что такое РДШ. Да, российское движение детей и молодёжи, движение первых. Вот, сейчас это объединение, простите за тавтологию, объединяет все движения, которые у нас были. Это Большая перемена, Юнармия, ну, и так далее. Движение школьников. Да, ИРДШ, да. Так, и теперь как бы там и дети, и уже более взрослые дети, скажем так. Да, название как бы говорит само за себя, и молодёжи. То есть, как ранее было замечено, дети, обучающиеся, могут участвовать в шести лет, и наставники уже, именно учителя, педагоги, студенты, добровольцы. Вот, поэтому в этом плане не ограничены, как в РДШ, мы охватываем больше. Ну, вот, как я говорил в первой части, это так похоже на, если брать по советским принципам, это пионерия плюс комсомол. То есть, вот, когда человек поступает, скажем, в школу, да, в первый класс, он уже фактически может стать участником движения и продолжается, ну, до тех пор, пока он считается молодым, верно? Я тут хотел у Камилы спросить, ну, мы узнали, как вот вы активисткой, да, стали уже конкретно в этом движении, но вы же давно уже в этом во всём участвуете, во всех этих проектах. И возникает такой вопрос. Мы же знаем с вами, что все школьники делятся на вообще активных и не очень активных. Я так понимаю, что вам что-то сразу не давало в хорошем смысле слова покой, и поэтому вы всегда лидер. Вы лидер вообще? Да, то есть мой путь начался с того, что я с самого маленького возраста читаю стихи, я победитель городских и российских конкурсов-четцов на разные тематики, и в 2019 году у российского движения школьников вышел кастинг ведущих корреспондентов. И там нужно было прочитать стихотворение, и я почему-то подумала, что вот это знак, мне туда надо. Я записала видео-открытку, где я, получается, рассказывала о себе, рассказала стихотворение, и мне, получается, позвонили, позвали на очный кастинг, то есть со всей России выбрали буквально 10 человек. Ну, это сразу по крыльево расставит, по-моему, сразу так. И я там была самая младшая, и сначала мне было тяжело приноровиться к ребятам постарше. Ну, вроде ничего. Вот, у нас был очный кастинг, нам дали листик, надо было рассказать про проект, и я до сих пор помню, что это был РДШ-хаус, и, получается, спустя некоторое время позвонили и сказали, что вот, вы ведущий теперь у нас. Потом я ездила на федеральный эфир классного радио, у нас было много различных гостей, эти эфиры до сих пор продолжаются. Так что мы с вами коллеги в какой-то степени, да? Ну, а теперь вот движение, собственно говоря, первых. И вот, Денисович, почему все-таки взяли это название? Потому что было же целое, ну, как бы конкурс, не конкурс, а... Был изначально конкурс, да, выбирали и символику, и название, после чего устроили съезд, собрали, да, где дети сами решили, то есть, насколько мне память не изменяет, два раза дети голосовали, было переголосование, да, и пришли, вот, движение первых. А какой второй был вариант, уже не помним, или забудем, не будем, не забудем, да? Не будем. Там же уже выиграл, то, что выиграл, то выиграл. Камил, скажите, ну, вот, когда ребята были в разных организациях, теперь они объединились в одну. Вот как вы считаете, это хорошо, то есть что-то поменялось, это какой-то другой дает вам толчок, у вас есть возможности других, ну, другие возможности появляются? Все стало масштабнее, то есть сейчас намного больше возможностей, и появилось много различных акций, где мы можем принимать участие как самостоятельно, так и в небольших, так скажем, командах под руководством старших. То есть индивидуально и командно? Да, то есть раньше, если было командно, то мы просто командно, теперь еще можно с руководителями выступать. Который за вас, как говорится, печется, чтобы все было хорошо, то есть пытается вам помогать к какой-то степени. А этот руководитель, он от кого? Вот как педагог? Мы сами можем выбрать. То есть это зависит от направления, от трека, движения. Хорошо. А вот в других, например, вы как-то, ну, я так понимаю, что движение только набирает ход, будут какие-то, ну, раз уже съезд был, так сказать, учредительный, можно сказать, съезд, наверное, будут потом какие-то еще фестивали и так далее, будут какие-то конкурсы, будете в них участвовать, да? Конечно, то есть если мы видим какую-то новую акцию, то мы... То есть мы не сидите на месте? Нет, мы с каждым разом, у нас все больше и больше, и на самом деле, вот, скажем, в нашей школе я мониторю какие-то там акции различные и информацию рассказываю одноклассникам, также одноклассники своим друзьям, и вот по школе-то разлетается, и такой дружной командой с моим восьмым Б мы очень дружно все сплочились. Ну, мы сейчас, когда поговорим, да, поговорим еще, потому что все-таки в школе же всегда есть чуть-чуть отстающие и чуть-чуть идущие вперед, да, вот то самое движение первых. Денис Ильич, скажите, пожалуйста, но я так понимаю, что сейчас идет формирование вот этих вот органов, которые должны помогать, и оно... Первичное отделение. Да, первичное отделение. Как вообще идет процесс, кого выбирают, ну, и там же педагог, мы находимся по-прежнему год наставника и педагога, да, это как бы особенная еще история. Я уверен почему-то, что Камила тоже со временем будет уже занимать немножко другую должность в этом же, возможно, движении. Как происходит сейчас обучение, может быть, какое-то педагогов, как-то вы их собираете, наставников? Да, проходит, смотрите, во-первых, у нас есть советники, они тоже проходят заочное обучение, и... Это советники директоров учебных заведений? Да, 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 вот, они проходят все это обучение, и они являются наставниками для детей, вот. По поводу того, что вы говорите, первичное отделение, у нас сейчас в городском округе Люберцы 29 учреждений. Это много или мало? Это много. Это много, учитывая, что на самом деле у нас прошла реорганизация, да, вот, и было в прошлом году 36 учреждений, вот, представляете, да, то есть на одну школу сколько сейчас корпусов. И достаточно большой охват детей в РДДМ сейчас, движения первых. Они приходят как? Вот ты должен прийти, записаться, или ребенок сам приходит, или родители что-то даже подписать? Мы в школах устраиваем торжественные мероприятия, то есть у нас есть посвящение, на этом посвящении, то есть дети... Клянутся? Клянутся, да, прям клянутся. Все как в камере было. Да, и есть еще посвящение в Орлято, то есть у нас есть младшие школьники, то есть это первые и четвертые классы, и для них... Октябрёнок советская, понятно. Разработана программа Орлята России, вот. Там семь треков, и на протяжении учебного года они вот его проходят. Я могу вам даже вот подсказать, прочитать. Эрудит, Орленок, Хранитель, Орленок, Мастер, Лидер, Спортсмен, Добровольца и Эколог. Ну, в принципе, да, потом они уже переходят во более взрослую, и, кажется, в среднюю теперь уже стадию, из Орленка он переходит. И когда ребята переходят, они для младших с первого по четвертый, это конкурс Орлята России, а для постарше большая перемена. А влияет это, ну, наличие, что вот ты в организации, да, на оценки влияет, что вот, например, не дотягиваешь до пятерки, встаешь и говоришь, а я, между прочим, состою в российском движении. Не ставьте мне 4, ставьте мне 5, потому что я хороший. Конечно, знания не зависят от… Не зависят? Не зависят. То есть знания и дополнительные какие-то занятия – это всё абсолютно разное. Единственное, там учителя могут похвалить, что вот, ты вообще молодец, там вчера видели, вот такой классный репортаж сняли. Ну, то есть вы становитесь заметной уже фигурой вашей коллеги, которые в этом движении не только для своих, ну, может быть, ещё не очень родивых, нерадивых, да, скажем прямо, подтягивающихся учеников. Да, даже бывает то, что… Пример, ну, для преподавателей. То, что ребята там подходят, говорят, что вот мы там видели, тоже хотим, которые вообще были далеки от этого, но увидели, насколько это как бы классно, здорово, подходили, говорили, вот как вообще попасть. Ну, да, ну, лучше пример покажи как, и если это хорошо, тогда, естественно, к вам люди потянутся. Денис Евгеньевич, мы уже заканчиваем, у меня к вам такой вопрос. Вот глобально понятно, что здесь много вкладывается в это движение с точки зрения людей взрослых, которые давно обсуждают тему, как сделать так, чтобы дети шли, так сказать, в правильном направлении, чтобы избегать вот этого влияния улицы и так далее и тому подобное. Вот какое основное для вас, как для человека, который является координатором, потому что везде, ну, разные люди, ну, большое количество людей, с которыми нам нужно поработать. Какая главная задача этого общества, как вы считаете, вот этого движения? Речь идет о ценности. Да, то есть это у нас взаимопомощь и взаимоуважение, единство и историческая память. То есть сейчас большой акцент на патриотику, патриотическое направление. А форма какая-то есть уже специально, разрабатывается? Ну, вот как во время пионерии ходили там в галстуках, а сейчас как? Или это пока еще... РДДМ? Ну, вот, смотрите. У нас есть мерч. Есть мерч, да. Ну, он такой вот немножечко, как это, спокойный такой, свободный. А вот этот... Он все красного цвета есть. У нас есть тресный цвет, это белый, синий, красный. Цвет российского флага, да? Да, есть вообще разные коллекции, то есть... Коллекции даже есть, видите, как здорово. Ну, то есть у нас на разных мероприятиях, так скажем, разные мерч. Это также зависит от направления. Вот у юнармии у них форма красная, бежевая. Ну, они же здесь у нас были, да, мы видели. Да, то есть это зависит от направления. Вообще у нас много раздвинуем. А форму как? Ее шьют или вы должны сами где-то что-то найти? Или как-то выдают ее? Какой принцип подхода? Ну, дарят. Дарят, да. За заслуги. По-нашему, выдают. Да, за заслуги. И за заслуги, и так, и нам выделяют. Понятно, понятно. Хорошо. Ну что, я в любом случае понимаю, что все только начинается. Камил, у вас, как вы человек уже опытный, то есть вы вливаетесь в это движение уже исходя из своего собственного опыта и ваши друзья и коллеги, это волонтерское движение и просто такое активное движение в жизни лицея и так далее, в жизни учебного заведения. Вам, Денис Евгеньевич, мы хотим пожелать, чтобы вам удалось, да, здесь как можно быстрее создать эту сеть, чтобы... Ну, тут же нужно правильно сказать направление, и люди уже сами потом будут работать, тем более, что подрастает целое поколение, которое при желании быстро будет помогать. И хочу напомнить вам, что у нас сегодня в студии были Камила Фейзер-Ахманова, активистка российского движения детей и молодежи, которое, напомню, называется «Движение первых». Спасибо вам, Камила. Спасибо. Идите также дальше вперед и всегда в первых рядах. И во второй части у нас был Денис Евгеньевич Шутов, муниципальный координатор российского движения детей и молодежи, советников-директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями целого городского округа Люберца. Успехов вашему движению, всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова